Левши Левши завоевывают 35-40% всех разыгрываемых золотых медалей. Очевидно, такой успех не случайен. Разумеется, все выдающиеся боксеры-левши первоклассные мастера ринга. Однако сам факт леворукости дает им дополнительные преимущества в бою с правшами, особенно на начальных этапах. В фильме будут рассмотрены основные приемы боя с левшой. Боксер-левша необычный и трудный противник. Он является как бы зеркальным отражением боксера-правши. Вы видите бой чемпиона Советского Союза Акшонова, он левша, с боксером из Казахстана Шишкиным. Акшонов рослый боксер, хорошо чувствует дистанцию, умело передвигается по рингу. Шишкин неверно ведет бой с левшой. Вместо того, чтобы постоянно смещаться туловищем в стороны, делать уклонок, он прямолинейно, буквально по пятам преследует соперника и все время натыкается на прямые удары. Бой с левшой задача трудная. Он требует специальной подготовки, знания определенных приемов, эффективных против левши. От правого прямого в встречный, левый прямой в туловище и в голову. Боксер. Посмотрите, какие приемы отрабатывается своими учениками заслуженный тренер РСФСР Игорь Уткин. Стоп. Теперь то же самое правой рукой. Боксер. Боксер. Стоп. От правого прямого, левый снизу уклон, левый снизу боксер. Стоп. Теперь то же самое только в правую, правый снизу боксер. Стоп. Стоп. Левый, левый боковой в голову. Боксер. Стоп. Правый боковой в голову. Боксер. Стоп. На скачке контратака левой, контратака правой прямой. Время. Готовиться к возможной встрече с левшой надо заранее, для того, чтобы эта встреча не стала неожиданной. Находясь в правосторонней стойке, левше удобнее находить исходное положение для сильных ударов левой рукой. Нарушая стереотипную для боксера обстановку боя, боксер левша получает несомненные преимущества уже потому, что привык и в тренировках, и в соревновательных боях постоянно иметь дело с противниками-правшами. Так как в тренировочном процессе у одного тренера в одной весовой категории левша все-таки редкий партнер. Как же правильно построить бой против левши? Необходима разумная тактика, направленная на то, чтобы свести на нет преимущество неудобной стойки левши, чтобы постепенно, но прочно захватить инициативу в свои руки расчетливыми боевыми действиями. Выведите бойца Унчика против опытного левши Огайо. Поджимая Огайо канатом ударами левой, он готовит удар правой и развивает атаку серии ударов в ближней дистанции. Боксер левша наиболее уязвим для атак противника справа, поэтому оба боксера постоянно находятся под угрозой удара сильнейшей рукой, защита от которого довольно трудна. Для нейтрализации сильнейшей левой руки левши, боксер правша сам должен чаще атаковать правую. К совершенствованию этих приемов тренер должен уделять много времени в индивидуальной работе с учеником на лапах. От правого прямого, левого и снизу. Я левша. Спасней. Спасней. Так. Хорошо. Теперь от правого, от левого прямого, правый снизу и левый боковой. Правый снизу и левый боковой. Так. Точнее. Спеши. Точнее. Стоп. Встречная контратака. Правый прямой, левый снизу. Для чемпиона Советского Союза, опытнейшего боксера Ростислава Зауличного, левша не представляет больших трудностей. Он уверенно лишает его всех преимуществ, очень грамотно ведя бой во всех его фаву. Подвижного, Рослого, левшу Владимира Выборного, Зауличный не преследует по пятам, а расчетливо поджимает канатом, отрезая возможные пути ухода левши в сторону. В бою на ближней дистанции утрачивается не только преимущество правосторонней стойки левши, но и преимущество броски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В начале боя, когда левша еще свеж и быстр, правосторонняя стойка является значительным преимуществом. При усталости она становится даже невыгодной, так как удары левой замедляются и становятся неопасными, а левая сторона головы и туловища левши становится открытой мишенью для ударов правой руки правши. Итак, левша необычный и сложный противник в боксе. Однако, чем выше мастерство боксеров, тем меньше сказывается преимущество левши. Посмотрите фрагмент боя заслуженного мастера спорта СССР Мунчана, его номер 111, с польским боксером Альшевским. Мунчан ищет удобный момент для встречной контратаки, расчетливо и уверенно проводя подготовительные действия. Мунчан очень опытный мастер. Он чемпион Европы, неоднократный чемпион Советского Союза. Богатый опыт встреч с боксерами-левшами придает ему твердую уверенность в своих силах. Он вызывает левшу на активные действия, а сам совершенно спокойно, внешне даже без напряжения, наносит встречный боковой левый в голову и заканчивает бой досрочно. Таким образом изучение особенностей левши и опыт боевых встреч с ними позволит боксеру всегда добиваться уверенных побед. Субтитры создавал DimaTorzok